Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас. Вот мы и снова собрались, чтобы читать Евангелие. Продолжаем читать сегодня шестую главу. Мы начнем с вами со стиха 31 и дойдем до стиха 37. Это я напоминаю всем, что мы читаем Евангелие по-церковно-славянски, поэтому если вам удобнее следить по русскому синодальному или какому-либо другому переводу, то вы можете остановить видео, открыть шестую главу стих 31 и следить и читать вместе с нами. И як уже хощите, да творят вам человецы, и вы творите им так ужде. И аще любите любящие вы, кая вам благодать есть, ибо и грешницы любящие их любят. И аще благотворите благотворящим вам, кая вам благодать есть, ибо и грешницы тожде творят. И аще взаим да и те от них же чаете восприяти, кая вам благодать есть, ибо и грешницы грешником взаим давают да восприимут равные. О бачи любите враги ваши, и благотворите, и взаим дайте, не чесо же чающе. И будет им сда ваше много, и будете сынови вышнигу, яку той благ есть на безблагодатные и злые. Будете оба милосерди, як уже и отец ваш милосерд есть. Удивительно, кратко, ёмко выражает здесь Господь, опять же, всю суть понятия любви. Заповедь да любите друг друга, вот начинается она с этого. Не делай другому человеку то, чего ты не желаешь себе. В законе Моисеевом была другая заповедь. Око за око и зуб за зуб. Эта заповедь не имела в виду того, что если тебя кто-то обидел, ты обязательно должен отомстить ему тем же способом. Нет. Эта заповедь скорее отражала ветхозаветное сознание человека. То есть тогдашнее мировоззрение, тогдашние нормы человеческого поведения во всём мире. То есть если ты не хочешь, чтобы тебе вырвали око, глаз или выбили зуб, не делай этого другому человеку, потому что он отомстит тебе. Ты же знаешь, что так принято, ты же знаешь, что это закон жизни. Соответственно, из страха потерпеть ущерб или оскорбление, или унижение, или боль, или даже смерть, не делай этого другому, чтобы он не обернулся. И твоё зло на тебя же не возвратил. То есть вот так можно понять ветхозаветную заповедь око за око и зуб за зуб. Не как призыв к мести, а как констатацию факта, что тогда так люди себя вели, и многие до сих пор себя так ведут. Тем не менее, сама заповедь, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе, как говорит нам святитель Григорий Палама, органично и по природе человеку свойственно. Как он говорит, Господь при сотворении нашем заложил в нас некий нравственный закон. И на самом деле, те люди, которые мстят, те люди, которые возвращают зло злом и живут по этим ветхозаветным законам до сих пор, это люди, которые нарочно заглушают в себе голос совести, заглушают в себе тот источник, тот родник добра и милосердия, который Богом на самом деле заложен. И если внимательно к себе прислушаться, то душа твоя, скорее всего, найдет в этом отклик и ответ. И так жить гораздо приятнее, да, ведь творя вокруг себя добро и гася зло добром, как мы гасим соду лимонным соком, да, вот точно так же и здесь. То есть вот превращать в нечто другое, трансформировать зло через свое добро. И вот интересно, что у апостола Матфея на гордой проповеди, как мы уже говорили, она у него гораздо обширнее, подробнее, да, он изложил слова спасителя. Там прямо идет разбор каждой ветхозаветной заповеди и ее трансформации в завете новом. То есть как бы Моисей дал вам по жестосердию вашему закон, да, вы страхом держались. Боясь, боясь получить себе на голову это зло, вы не творили зла, а я вам даю другой закон, не из страха этого делайте, а из желания быть подобными Богу, из желания быть причастным Божьей любви. И вот апостол Матфей, когда говорит те же мысли, что и у Луки, он резюмирует Себо, закон и пророции. Действительно, ветхозаветные пророки предсказывали, что Христос придет и кратко весь закон суммирует и кратко изложит его самую суть, самое ядро. Не дисциплинарные уже установления и порядки, а именно саму суть. Интересно, что об этом есть у Исаии. Тут как раз тот самый случай, когда текст синодальный не дает нам доступного для ума легкого перевода, но тут надо вдуматься и как-то сообразить, что имеется в виду. А вот как раз на церковнославянском очень легко понять. Пророк Исаия говорит здесь одновременно о возвращении из бавилонского плена, ну как и всегда, да, пророчествует. И одновременно о прощении Израиля, о спасении Израиля. Израиль, как вообще все верующие в Бога. И аще будут люди израилевы, яку песок морский, останок их спасется. Имеется в виду здесь пришествие Христа. Слово бо совершая и сокращая правдою, яку слово сокращенно сотворит Господь во всей вселенной. Вот оно, слово сокращенно. У пророков много написано, второзаконие Моисеева огромный, да, много-много-много глав, и все расписано и разъяснено. Господь все это суммирует в одну, можно сказать, фразу. Яку же хущите, да творят вам человецы, и вы творите им так ужди. Все. Вот очень просто, очень доступно, очень легко. Почему именно эту фразу Лука выбирает из Нагорной проповеди, опуская многие другие? Его читатели Эллины очень могут это понять и принять. Эллины времен Христа уже прошел период философов, я имею в виду расцвет его, да, существовал целый ряд философских школ в Греции, главной целью было которых, что наладить здесь на земле идеальное общество. Читайте государство Платона, да, идеальную жизнь. Как жить на этой земле так, чтобы было счастье? Кто в чем его искал? Эпикурейцы в одном стойке, в другом. Как справиться, короче, с этой земной, трудной, многострадальной ее долью, с этой жизнью? Как прожить ее счастливо, благополучно, без тревог? И вот разные способы достижения они искали. И вот Лука как бы предлагает им еще один, не делай другому то, чего не хочешь тебе. Вот и все, сей вокруг себя добро. Не сказал, чего хочешь от Бога себе, то дай ближнему, потому что это было бы невозможным. Да, мы не можем дать нашим ближним здоровье, мы не можем дать нашим ближним богатство, мы не можем дать нашим ближним счастье. Такого, да, вот духовного мира, покоя, мы не можем дать им, это может дать Господь. Мы же можем, как меньшие братья, да, как ученики, участвовать в деле Божьем. Чем? Дать ближним то, что мы можем дать. Дать им добро и милосердие наше. Вот об этом как раз здесь Христос и говорит. То есть ничего сверхъестественного он от нас не требует. И еще раз, заповедь это понятна даже людям, неверующим. Я встречала в своей жизни неверующих людей, которые говорили, я всю жизнь живу по принципу, я не делаю другим того, чего не хочу себе. Кстати, у еврейских раввинов тоже эта фраза была, и эта мысль известна в иудаизме тоже была, да, уже естественно. И многие иудеи сейчас пытаются тоже каким-то образом свои ветхозаветные заповеди, скажем так, смягчать. Но у них все-таки есть вот этот вот определенный такой жестокий закон справедливости, да, когда человек имеет право на какие-то негативные действия в адрес своего ближнего, если он либо не еврей, а язычник, либо если он его обидел, либо если он представляет угрозу его семье или его народу. То есть там закон более жестокосердный до сих пор. Хотя есть раввины, праведники, которые уже во многом приближаются и говорят о милосердии и о любви, да, ну невольно. Все-таки пришествие Христово мир изменило. Изменило, скажем, стандарты морали в мире. Ну вот как ты не крути, но это так, веришь ты, не веришь ты. Но даже вот эта фраза «не делай другим того, чего не желаешь себе», она как поговорка существует, да. То есть человек знает ее, даже не имеющий к религии вообще никакого отношения. Невозможно не сказать здесь пару слов на злобу дня в плане вот комментариев в соцсетях. Говорят, бумага не краснеет, да, вот действительно страница комментариев в любых соцсетях тоже не краснеет. И запросто можно плюнуть в лицо человеку, оскорбить человека, написать негативный отзыв на какое-то высказание человека, на его внешний вид, на что хотите, под предлогом гласности, демократии, справедливости. Человек имеет право высказывать свое мнение или еще лучше, я выведу его на чистую воду, я покажу ему, кто он такой. Вот если бы мы помнили эту заповедь, наверняка бы остановился палец над плавиатурой, человек бы осознал, что он делает сейчас. Он оскорбляет, например, в комментариях человека, а приятно было бы ему, если бы он где-то выступил в соцсетях, в ютюбе или в фейсбуке, и ему бы такое написали. Его бы вот так восприняли. А ведь при том, чаще всего мы видим людей в соцсетях, а мы ведь ничего о них не знаем толком-то. Ну вот какое-то такое впечатление человек произвел. Ну вот неудачный там, не знаю, неудачную кофточку наделали, слишком ярко губы покрасил, или не там сел, или там за ним интерьер какой-то нам показался не тот. Это же ерунда все, на самом деле мы человека не знаем, мы с ним вместе не живем бок о бок, это даже не наш сосед. И в лицо бы мы не сказали. А вот на страницах комментариев из соцсетей вот такая распущенность определенная, нравственная, она существует. Написать можно чего угодно, ну в лучшем случае меня удалят. Но Господь-то это не удалит, если покаяние человек не принесет, если он не попросит прощения у того, кого обидел. А может быть вы напишите негативный комментарий, человек прочитает, ему плохо с сердцем станет, попадет в больницу, а может быть даже умрет. Вы правду доказали, вы справедливо его припечатали, потому что он позер и негодяй, и там не знаю кто, да, а человек умер, например. Как на страшном суде будем отвечать? Я это говорю не случайно, потому что по работе своей, к сожалению, работаю все время связано с соцсетями. Я даже сейчас не говорю только про свой канал в YouTube, я говорю вообще, да, в целом. И это поражает, конечно, да, вот как такой простой закон человеческой жизни, не делай другому того, чего не хочешь себе, забывается на страницах соцсетей. Почему-то соседу и родственникам, ну как-то мы еще стараемся не делать зла, а вот в соцсетях можно. Нельзя, если мы христиане. Интересно сказать дальше. Дальше говорится очень много о милосердии, безвозмездном милосердии. То есть Господь говорит, если вы творите благо тем, кто вам в ответ дает благо, какая в этом благодать, да? Если вы даете взаймы тем, которые вам вернут и слегка вывернут, тоже какая благодать. Скажем так, добрые отношения с человеком, как партнерство и бизнес-сотрудничество и коммерция, в этом нет никакого духовного достижения. Это опять же обычные законы, так сказать, нашего общежития, наших взаимоотношений рабочих или каких-то с людьми. Но это не приближает нас к Богу ничем, да? Если мы добры к своему начальнику на работе, который платит нам шикарную зарплату и премию, в чем тут наша как бы заслуга? Да ни в чем, мы просто ведемся как нормальные, вежливые граждане, благодарные, да? Вот, а Господь здесь говорит о милосердии. Будьте оба милосерды, як уже отец ваш милосерд есть. То есть терпите немощи и недостатки ваших близких, снисходительны будьте. Интересно, опять же, у Луки будьте милосерды, а у апостола Матфея будьте совершенны, как отец ваш совершен есть. То есть, опять же, Матфей ставит высокую планку, потому что его слушатели уже знают Ветхий Завет, они иудеи, они знают закон, они дисциплинированы в нем. А у Луки эллины, язычники, греки, поэтому для них пониже планочка, вот как и для нас с вами. Куда нам там до совершенства хотя бы быть милосердными? Как у нас был очень хороший друг наш, близкий человек, царствие ему небесное, отец Зосима. Он был отец Зосима для нас, но потом его перевели в Якутию. Он, кстати, на Святой Земле полтора года жил, ну, мы его еще из Москвы, естественно, знали, из Данилова монастыря. А там, в Якутии, он был владыка Зосима. Рано умер, инфаркт у него был. Так вот, он был раб Божий, настоящий. Я много-много у него исповедовалась, и знаю, что этот человек был действительно от Бога, духовный, молитвенный. Человек, к которому, подходя на исповедь, у тебя просто раскрывалось сердце. Даже если у тебя не было ни одной светлой мысли перед исповедью, и ни одного греха на памяти нет о раскаянии подавно, формально там осуждал, раздражался, пост нарушал, да, то, подходя к аналою, к Отцу Зосима, тебя начинала накрывать волна слез и покаяние. То есть было ощущение, что ты говоришь самим Христом. Вот я это говорю, наверное, те, кто из вас сейчас из Якутии, может быть, его знали, подтвердят это. От его могилки чудеса творятся, сейчас об этом рассказывали мне не раз паломники уже в наше время. И вот он несколько лет назад умер. И вот отец Зосима, владыка Зосима, говорил, «Лучше быть милосердным до безумия, чем справедливым до жестокости». Вот, наверное, это очень сильно относится к нам, современным христианам, в нашем современном мире, милосердия всё меньше, справедливости всё больше, да, и жестокости. Поэтому будем милосердными. Лучше быть милосердным до безумия, чем справедливым до жестокости. И не будем бояться, что без нас правда в мире не совершится, что без нас подлецы не поймут, что они подлецы, что без нас политики не поймут своих ошибок, а телеведущие не поймут, как надо застёгивать кофточку и не красить губы, что без нас Господь не наведёт порядка в этом мире. Наведёт, когда будет нужно. А если сейчас попускает несправедливости и негативные вещи, то не для того, чтобы мы их исправляли ядовитыми комментариями, гневным возмущением на страницах соцсетей, а для того, чтобы мы практиковались в милосердии, чтобы мы тренировались в милосердии перед нашим главным, да, с вами, отчётным днём, перед страшным судом. Ну вот, мои дорогие, на этом мы с вами сегодня заканчиваем чтение Святого Евангелия. Встретимся в следующую среду, будем читать дальше. Желаю вам во всём, во всём помощи Божьей, мужества, крепости духовной. Храни вас всех Господь! Субтитры подогнал «Симон»!